Ольга человек амбициозный, поэтому для реализации своих творческих идей постоянно ищет новые формы и направления. В проекте «Подобие» старалась показать связь архитектуры и природы. У растительных элементов и у природы мы берем вдохновение для создания архитектурных элементов, одежды или орнаментов. Мне очень нравится снимать архитектуру. Набралось определенное количество фотографий, и я нашла подобие в растениях. Все фотографии представлены в черно-белой гамме. По мнению автора, цвет привлекает слишком много внимания и теряется геометричность фотографии. Ольга рассказала, как создавалась одна из самых необычных и любимых ее работ. Метро, это первая фотография верхняя, было очень проблематично захватить момент, когда на эскалаторе будут отсутствовать люди, чтобы она получилась такой геометричной и спокойной. А вторая фотография снята в лесу. Это осенью как раз грибной сезон пошел, и это по ганке. С библиотекой фотографы связывают годы дружбы. С малых лет она проводила здесь все свободное время. Сотрудники учреждения стали для нее не только наставниками, но и идейными вдохновителями. Девочка была очень активной, любознательной и участвовала практически во всех конкурсах, которые проводила детская библиотека. И ей в руки попал фотоаппарат, и она просто влюбилась в процесс съемки. Сначала, как все мы, делала любительские домашние фотографии, но потом увлеклась очень сильно фотографией и решила профессионально этим заниматься. Ольга рассказала, что в будущем хотела бы передавать мастерство создания фотографий детям. Убеждена, что это возможность увидеть мир с нового ракурса. А свой первый мастер-класс она провела для нас. Дальше чуть-чуть где-то идти, надо, чтобы внизу свет прошел, и мы увидели, где балкончик заканчивается более четко. Автор готовит новый проект, съемки которого пройдут этим летом в Крыму. Ольга покажет связь времен и поколений. И, возможно, уже совсем скоро эти работы украсят стены родной библиотеки. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ольга Архитектор, Немного.